Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 337. Событие дня. Как эпиграф. О том, чтобы не дружили с миром. Якова 4.4. Считайте. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Ну я просто друг миру, я на Бога ничего не имею и хочу ходить молиться. Написано, становится врагом. Так я к врагам хожу, ходит враг. Но я же причащаюсь, враг причащается. Слово враг ты уже никуда не денешь, это неистребимо. Ты друг миру. Все мирские привычки, ухватки, ну все абсолютно. Все иное должно быть, Ян Златоуз говорит. Рожденного свыше отношения ко времени, к средствам своим, к финансовой дисциплине, к семье, к работе, к походке, к разговору. Вот издалека вот стоят люди, если компания какая-то, там человек пять, чтобы всех их было видно. Издалека можно определить. Неверующий, он кривляется, хохочет, за живот ухватится, присядет. Вот как бывает, сидят на корточках, как на горшке. Это наркоманы, у них ноги не держат. Его видно так. И это говорит отец мировой педагогики. Так его называет Яна Амос Каменский. И он говорит, вот, как вести себя. Ну абсолютно обо всем. Как сморкаться. И дальше не пускай газы. Ну еще непонятно, не пускай газы. Какие газы-то? Снизу. Даже это все обговорено. А как? Живой человек, он не знает. Ему надо сказать. Не размахивая руками. Вот снимет костюм, на одном клеще несет его. Нить будь как паяц, не носи так одежду. Зачем бы он это говорил-то? Отец мировой педагогики. Яна Амос Каменский, посчитайте. Ярмарка суеты. Дальше. Дидактика его. Слово Божие для нас. Вот где. Он откуда брал все это? Из священного писания. Прелюбодеи, прелюбодеицы называются эти люди. То есть измена Богу. Павел говорит, я обручил вас. Ну как обручили? Обручил. Жена у тебя есть. А она пошла куда-то в другое место или муж. Ну еще как называть? Ну он же причащается. Ну он причащается, прелюбодей. Ну он же покаялся. Покаявшийся прелюбодей. Ну как ты у них крути, но ты слово это деть никуда не можешь. Так он священник. Священник прелюбодей. Раскаившийся. Это уже все это никуда. Гонитель. Павел кто был? Павел все время говорит, я гнал церковь. Я не достоин называться апостолом. Спустя столько времени. И Петр все время, как его житие говорит, напоминал другим. Я отрекся от Христа. Вы со мной разговариваете так. Апостол, апостол. Я отрекся от Христа. Не надо этого бояться. Да, я такой-то. Я был вор, я убийца. Вот мне пишут из заключения письма. И вот начинает наворачивать. Видно, что там приходят сектанты какие-то. Все, я спасен кровью Христа. А сам прокуренный вдрызг. Наркоман был и остался. У него что? Бывает, бросит курить где-то что-то. Но все остается то же самое. Никакого рождения там не было. Он только ухватил эти фразы. И говорит, ну видно. И никогда в своем преступлении не скажет. Ну я сижу. Мне вот помочь надо. А что ему помочь надо? Чаю выслать. Шифир. Ноги туда ставить не надо. Собьете этот треножник. Это за 13 ноября 2016 года. То есть за воскресенье. Ну и дальше считайте. Это к эпиграфу относится. Чтобы не дружить. Вот так тормозите где-то. Остановка идет. И дальше говорите. И еще посвящается всем ушедшим. Нажмите контр. Держите его. И курсором здесь заденьте. И вы увидите. Кто ушел из православной церкви. Михаил Куденцов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Посоветуйте. Какие цитаты из Библии можно повесить в храме? Вопрос хороший. Ну я бы мог ответить. Повесить такие, какие у нас в храме. Понимаете? Ну а какие у вас в храме? Ну я уже не раз показывал. Вот отсюда сделаю вывод, что это новый человек. Я, допустим, сейчас вот открываю Библию. Посмотрите. Теперь открываю пророка Иеремии. Поисковик, который сделал. Спасибо Господи. Мы каждый день за него молимся. Вот. Я сейчас открою здесь вот. 15. Иеремия 15.6 Ты оставил меня, говорит Господь. Отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Интересно. Вот митрополит Сергий у нас, патриарший. Приехал потеряем по первый раз. Еще епископом. Звание было у него. И у нас везде написано, какое место писания. А тут не написано. Кто писал, почему не подписал. Я его спрашивал. Он говорит, я писал, это выстрело. Ну не знаю. Текст не выстрел, а это выстрело. Ну я написал, кое-как достался так в кривую. Иеремия 15.6 Вот иногда начинает мудрствовать. Бог никого не наказывает. Потому что нас грехи наши наказывают. Не надо подыгрывать. Богу не нужно это лезть. Чтобы льстить Богу. Стоило ли вам за Бога препираться и говорить неправду, как Евг говорит? Стоило ли? Написано определенное счет. Ты оставил меня. Отступил назад. А я нет. Ну Бог говорит тому, кто отступил. Потому, поэтому я простру на тебя руку мою. Я простру мою руку. И погублю тебя. Значит Бог не губит. Ну погублю тебя Бог говорит. Погублю. Нет, Бог никого не губит. Он любит грешника. Откуда взяли? Сексантская суемудрия. Он любит грешника раскаившегося. Не да блядь. Любит грешника. А он грех не навеет. Как будто грех у него где-то отдельно там в котомке дома. Он его не любит, Бог. А тебя любит. Ну такую бредню несут. И все это под именем Христа. Это кто? Это разные. Пастор. Откуда пастор? Такого слова нет в Библии. Пастырь есть. Священник нет. Священника нет такого названия. А куда оно делось? Священодействие есть, а священника нет. Вы цари и священники. Даже в духовном плане. В священство входит все священство. О, это епископ, патриарх. Все, что уходит священство, начиная с дьякона. Значит, какие написать? Вот я буду открывать некоторые. Притча Соломона, 30 глава, 5 стих. Всякое Слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Вот какая беда-то. Бог обличит, и ты будешь и лжецом. А как? Добавлять. Вот у нас, когда батюшки нет, служба составлена. Виктор Николаевич составил краткое. Так называемое апостольское служение. Такое название. Я дала, у нас был епископ Евтихий, потом он домодедовский, у патриарха Кирилла, Евтихий Курочкин. Он провел, а что тут? Все правильно. То есть одобрено епископом. Одобрено. Не вписано, в виде без печати. Так. И вот всякое Слово Бога чисто. А если ты прибавляешь, то ты будешь и лжецом. А ущисть лжецов в озере Огнино. Второй стих можете тут же добавить. Иоанна первая. Если же ходим во свете подобного, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, ощущает нас от всякого греха. Длинный текст. Но у нас взята фраза такая, в трапезной. Вот эта. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Мы перед этим. Точки стоят и после этого многоточек. Ощущает нас от всякого греха. После этого точки стоит. Притч 1.7. Начало мудрости страх Господень. Вот у нас это взято. А дальше не вошло. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Конечно, лучше, если целиком. Если все, что написано здесь, в этом стихе написать. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Можно отдельно исследуйте Писание. Одно слово. Дальше. Всякий. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя. Амос. Это у нас в храме такие надписи есть. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. То есть много можно. Но вот это вот в первую очередь. Если это православные спрашивают, чтобы любили Слово Божие. У нас повисано, что чтите служителей его, Серахова. Найдите, где написано. То есть посчитай священников его. Это уже прям непосредственно перед алтарем. У нас икона, между иконами надписи. Можно брать частичные из этих стихов и проставить три точки с той стороны, где вырезаны слова. Глава от стиха только через двоеточие. Как здесь и указано. Вот иногда говорят, я хочу вас иметь там в своем списке скайп. Познакомиться. Я всегда задаю вопрос. Зачем? Оказывается, Щеглов варит, говорит. Я узнал о вашей общине из передачи. Какая передача, я не спросил. Я думаю, передача была ТВ-24 по лагерю. Анна Афанасьева там увидит. Итак, стал читать о евангельских христианах, баптистах, пятидесятниках. Увидел то огромное количество книг, написанных вами. Вот так. Я отвечаю. Хотите по скайпу поговорить? Борис Щеглов отвечает. Я бы не хотел вам докучать. Вы человек очень занятой. Но есть ряд вопросов, которые я бы хотел для себя прояснить. Ну, тут точки. Сразу говорится. Игнатий Лапкин отправил контактные данные Щеглов в Борис. Я сразу его принял. Говорю. Сейчас я свободен. Заходите, звоните. И с ним будет ролик поставленный. Я всех спрашиваю. Не против, что мы записываем? Бывает, против. Вчера был. Да я не хотел бы тут лишний. Ну, тогда оставьте лишний вопрос потом. Да нет, он как раз тут заключается. Еще раз спрашиваю. Не против? Против. Я закрываю. У меня времени нет уговаривать вас. Раз ты трясешься над тем, что говоришь, боишься, значит, ты имеешь что-то темное. Зачем тебе это нужно? Любой грех его надо исповедовать принародно. Не батюшки только под крылышко. Даже это методисты знают. Методисты как раз это Хиллари Клинтон. У них это принято. Открыто по первоапостольскому. Вот я встаю раньше и начинают звонки. Но так как у меня динамики выключены, звук. Сейчас можно уже дать его. То я им отвечаю. У нас подъем ровно в 4.40. Мне приходится ложиться вечером пораньше остальных, потому что утром стою раньше на полтора часа примерно, чтобы успеть разобраться с интернетом. После подъема идут на улицу куда? Да в туалет. Потом умыть лицо. Рукомойник. У нас воды в доме нету. Туалета нету. Молитва потом и чтение Слова Божия с вознесением. Что молитва? Молитва утреннее правило. Чтение одной Славы называется. Слава это Псалтырь. Раньше разбивалось 20 кофизм. А каждая кофизма, 1,20 часть Псалтыри Давида, она разбивается на 3 части. Слава. После одной части слава отцу и сыну. Мы читаем утреннее. На русском языке только. Ну а после этого своими словами молимся и наше оружие. Вот Лесовка. 100 поклонов. Поклонов. И что тут говорим. Тут мы уже не раз показывали. Вот здесь. После подъема, то есть я начинаю с интернетом разбираться, ответить успеть, пока все спят. После подъема идут на улицу, потом умык лицо, молитва, чтение Слова Божия с разъяснением. Обычно это новый завет с толкованием блаженного фефилакта. Затем затопляю печку. Я затопляю. Уголь Володя приносит. Кто-то готовит еду на день. Обычно Владимир. И делаем запись событий за прошедший день. После этого уже отвечаем на звонки по скайпу. И примерно через час-полтора после общего подъема. Это четкое нерушимое расписание. Кто ждет разговора по скайпу, вот это слушайте внимательно. Он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. Свободен от времени. На какое время? Ну это примерно с двух часов по Москве. На Алтае разница в четыре часа. И до двух часов по Москве. Нет, не двух там получается. Четыре. Четыре. Ну по-нашему это вы. У них четыре часа. А вот кто шестнадцать? Ну это шестнадцать. По Москве. И не звонить ни в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Вот я вижу там занимаются священники где-то, что-то отвечают. Или там вот я гляжу Анатолий Шарий. Я не знаю кто он такой. Он отстранен от всего и что-то говорит. Я не знаю, еще он так лицо кривит все время. Может никто знает его, как на него выйти и сказать, с чем это связано. Почему? И вот он во всякие, во всякие дела вникает. А его жизни нигде не видать. Кто он такой? Чем занимается? У нас все открыто. Вот утреннюю молитву показали. Обедаем. Занимаемся с детьми. Работаем. На огороде. Я никогда не знаю. Ну что, я Смирнова Дмитриева увижу или Ткачева или кого-то. Нет. Я не против, говорю. Просто они отстраненные от жизни. Это может настоящие учителя, как... Я не знаю, как. Вот я сам вел занятия во многих-многих местах. Даже вообразить невозможно. И в воинских частях, и в милиции, и в прокуратуре, и в заводе-пабрике где-то. Порядок один. Вопросы задают в писанном виде. У меня ослабленный слух. И на них отвечаю. Полный порядок. Если там занятие будет не один раз, уже все приходят в платках. Здесь сидят как попало. Уже говорим о том, большинство бросают курить. Если он курит, чтобы перед этим пришел на занятие без табака. Чтобы от него не воняло. Здесь, я знаю, никакой работы. Он говорит отстраненный и абсолютно, как говорит это, петух. Прокукарекал, а там хоть век не святай. Вот так. Я это не знаю, как это так. То есть войти надо в эту жизнь. Конкретные вопросы отвечать. И делом должны показывать. А здесь нет его нигде. Я его ни с граблями, ни с лопатой, ни на велосипеде его нигде не видал. Нигде. Но я не могу вообразить, что Смирнов там поедет или кто-то. Кто там отвечает на вопросы. И вот так вот. Отчет давать тоже ни у кого нет. Ни одного нет. А нас побудили к этому. Мы прислушаемся своим клиентам. Говорят, а зачем вы это сказали? Это против вас будет. Ну и что? Я уважаю своих считателей. Когда я вернулся из заключения, то закон гласит такое. Я реабилитировал, как политзаключенный. Верующих в политическую статью загоняли. Я имею право пойти в прокуратуру и попросить мое дело. Сколько томов. И могу сидеть и выписывать. Отдельный кабинет дожидать. А так как я могу вырвать лист какой, бояться, то там рядом сидит кто-то. Ну кто-то может студент юридического факультета. Он сидит, книжку читает. Я однажды видя это, я конспектирую оттуда, пишу руками. Я говорю, вы можете не сидеть. Я верующий, я ничего не вырваю. Он встал и ушел. Ушел по своим делам. Пришел уже в обед. А потом опять я прихожу, сажусь и день за днем сижу, переписываю. И переписал все, что на меня говорили свидетели. Самое плохое, дурное. Все выписал и в книги поместил. Тогда самые близкие люди говорят, ну это-то зачем? У них отношение к тебе будет другое. А вот это мне не надо. Как у одного, там где-то в пустыне подвижник был. Но у него, у них были иногда свои рядом ученики, помогали. Он проснулся днем, отдохнул, ночью молился. Тут никто не приходил. Ава, приходил один, приходил, а где он? Ушел. А почему? Я сказал, что Ава молится. Как молится? Да я же спал. Больше, чтобы этого не было. Сплю я, говорит, что сплю. Ученик старается, чтобы не потерял авторитет учителю. Вот о чем заботится. Не надо этого. Ты можешь сказать, не знаю в данный момент, если ты не видел, спит он или не спит. Я сейчас посмотрю. Как одну девочку пришли там спрашивать. Это не в монастыре. Она посмотрела. Папа молится. Ему сейчас нельзя. Ну а потом он помолился, он молчит, склонился. Похоже, что из протестантов. Кто-то спрашивает, как? А сейчас он слушает, что Бог ему говорит. Ребенок знают, у православных этого не знают. В священниках идет служба. Служба. Ну как на работу. Пришел служащий. В советское время священников в налоговой инспекции проводили по статье артист. Почему много высчитывали. Хороший заработок. Там 80% кажется брали с них. А на 20% еще проживешь. Вот я здесь говорю, не звонить не в свое время. Ну а если позвонил, ну позвонил, разговора никакого нет. Если нарушил, он звонит и звонит, меня уже нету. Ты с первого шага уже свои правила навязываешь у меня. Сначала под скайпом напишешь. Я на улице бываю. У меня свои дела, там голуби, собаки, птицы, кошки. Я нахожу себе работу. Весной я начинаю снег откидывать от здания, где живу. Правила не нарушать. Ну и дальше показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Что-то сегодня по-другому тут работает. Сейчас посмотрю. Нет, не работает, не прошло. Но я переношу обычно все, что каждый день ставлю на своем канале. А потом переношу в мой мир. Два раза переношу сегодня и нету. Ничего нету. Почему неизвестно. Вот черное выставляется, 0,0,0 выставлено. Никогда так не было. То или что-то с системой случилось. Или даже непонятно. Мой мир мне очень нравится. Хороший. Легко общаться, писать. Раньше он был вообще непревзойденный. 10 тысяч друзей. Три раза кнопки нажал. 10 тысяч. Могут получить сразу 5 тысяч знаков. Или 12 фотографий. А потом все это постепенно вырезали, убрали. И ничего нельзя делать. Ну убрали, потому что пакости рассылает. Я понимаю. Дальше наш форум. Очень богатый, грамотно составленный. Легко искать. И 1602 темы. Темы. Или три. Вот здесь находите сокровища. И вот наш видеоканал. Православный. Во свете Библии. Открытым оком. Вот здесь сегодня я что выставил. Занятие. Вот сейчас даже если посмотреть. Посещаемость небольшая. Ну 34 события. Так. Святой Антон, Златоуст. А тут 60. За один час 60. То есть по человеку в час приходят. Занятия вчерашние. Большие занятия. Сейчас 30. Остальные поменьше. 26 минут события дня. Ну и самое неподвижное сказать. Полное. Богатое. Это во свете Библии сайт. Сайт. Православный библейский сайт. Не форума. Сайт. И здесь самое ценное. Вопросы и ответы. 55 папок. Сами находите. Это уже отвечено. 4124 ответа. Здесь фотографии. У нас вот в моем мире 20535 фотографий. То есть очень богатый. На канале 5800 с лишним видеороликов. А здесь книги открыты. Вот Новый Завет. Крестного православия. Вот открой его. Открыл к примеру. И сразу открывается вот оглавление. Посмотри где. Что оно? О милости. Не о пости. О крещении. Какая страница. Ну вот что? О пьянстве. Вот пожалуйста. О благовестии. О бородобрите. Вот борода. Не брите. Вот я нажал. Вот оно вышло. Смотрите. О бородобрите. И вот какое материало сейчас прокручивают. Вот о святых, которые были. Вот начинает говорить. У меня борода неровная растет. Поэтому я ее подравниваю. Одна сторона больше. Другая меньше. Кого ты подправляешь? А ты Бога подправлять хочешь? Ну то есть везде лукавство вот это вот. Ну не прикасайся. Не порти края борода. Ты портишь ее. Бог порченную не даст. Он знает, что для тебя, для твоей жизни это как раз. Лучше не надо. Вот Савва священный шел и где-то упал в яму. И в яме там огонь горит. Почему? Неизвестно. Яма там где-то серая какая-то. Его опалил. Он оттуда вылез. И борода у него маленькая. Клочками стало. И он не стал подравнять. А говорит. Бог знает, что мне нравилась моя борода. И чтобы я не хвалился. И поэтому такое сделал. Благодарю тебя, Господи. Сегодня не так. У меня одна сторона больше растет. Я другую подравняю. Ну почему не стали подравнять, которые ходили там сочувствие вызвать слуги Давида? Пол бороды обрили. Ну, чтобы было ровно. Да побрил вторую. Да вот куда ты попадаешь. Они были очень обесчищены. И подравнивая, ты себя очень обесчестил. Не надо лукавить. То есть я слышу всякие. Ну у меня она некрасивая. Она у меня маленькая. Три волосинки растет. Ну три волосинки это Бог дал. Ты против Бога восстаешь. Ты прелюбодеи. Протопопа Вакуум. Всякое такое вот казнение своей бороды называл этих людей блудодейной ересью занимать. Посмотрите, откройте большую энциклопедию где-нибудь. Попов изобретатель радио. Хотя не он, а Маркони изобретатель. Посмотрите какая у него борода. Или Хо Ши Мин. Хо Ши Мин вьетнамец. У него там буквально три бороди на бороденке. Или вот священник выступает. Или Чаплин был. Чаплин. Большой поздание мало кого патриарха. И какая у него бороденка-то? Вот борода бывает настоящая, такая прямо говорит. Но это от человека не зависит. Вот адмирал, показано, да-да, Макаров. Какая у него борода. У Льва Толстого, там у Достоевского. Все. А у другого маленькая, но они такая есть. Я называю людей, у которых ну жиденькая-жиденькая. Смирнова Дмитрия. Посмотрите какая у него борода. То у него прям три волосинки в разные стороны. И он не трогает. Это похвально отцу Дмитрию. Пример дает. Вот смотрите о бороде сколько написано. Вот о табакокурении. Дальше ткнешь, вот она идет. Вот о табакокурении. Что это такое? Видите, какой огромный материал. Огромный. И так бодрствуйте, потому что везде обман. Что тут? Вот это я возвращаюсь назад. Убираю. А свои личные какие? Ну личные вчера у нас в воскресенье было. Утром всегда одинаково. В воскресенье утром мы полное правило не соблюдаем. А только три святоя и сто поклонов. Почему? Потому что тут же идем в храм молиться. То воскресенье распорядок другое. Обычно пенсионер я это не меньше семи раз в день. Три святоя и сто поклонов. Это на это уходит. Ну все это с молитвой, со словами. Каждая вот эта ступенька. Это лесовка называется. Это четкий. Не меньше семи раз в день. То есть вот уже не считай утренние и вечерние молитвы. То есть тысячу поклонов в день аккуратно. Если ты будешь молиться там через полтора часа, то у тебя времени на другое не будет. Телевизор пялится не будешь. У тебя настроение будет другое. А воскресенье не получается. Почему? В храме были, на благовестии идут. Расписание уже другое. То есть мы... Я всегда говорю, я не догматик. Я практик конкретно. И вот воскресный день. Кажется, о чем может быть разница? Разница большая. Приходят гости. Уходят. Расписание меняется. Посетить надо где-то больных возможности есть. Кому-то отвезти необходимые продукты там бывают. Я вот в церкви здесь у нас, в общине Крестовозвиженской, являюсь старостой. Это избирает на общем собрании. И кроме того, это не избирает, а у меня как по моей биографии попечитель. Попечитель. Там засовы, там заслуги. Какие заслуги? Заслуга та, что я был в заключении. Я исповедник. Имя исповедник от меня никто не может отнять. Если я сейчас куда-то в грех впал, то бывший исповедник. Все равно. Вот обо мне запросила русская народная линия, и ответ дал митрополит местный Сергий Иванович. Он сказал, Игнатий исповедник. Он не боится это сказать. Если бы я умер, там был бы мученик. Я за слово Божие был, за истину. Поэтому иногда приходится, видим, отвечать на вопросы, которые другому они даже не зададут. Не надо бояться сказать о себе, кто ты. Не крутить, не шабарчать. Вот сектанты, они боятся сказать, как название им. Название им море. Во вчерашний день я посвятил еще подробнее разобраться. Потому что вот этот новый Донор Трамп, он пресвятерианец. Еще прочитать, посмотреть, выделил, что у них главное. Если только он соблюдает в своей группе конфессия, конфессия, динаминация, этих слов нет. Конфессия, динаминация, это два слова, которые сатана подменил, слово ересь. Ересь заменили этими словами. Это не церковь. А Хиллари, там методистка. Я считаю, ничем разницы нет у них. Главное, что нет епископа, там все подчеркнуто. Нет связи с апостольскими временами, нет этой благодати, нету. А там они вели проповедовать на воздухе, на свежем воздухе. Да какое это? Что это? Что интересно, те и другие признают два таинства, крещение и причащение. Но ни у того, ни у другого этого нет. Нету рукоположения. И что еще интересно, просчитал, вот тоже важно считать, это методисты. Когда они отошли, англиканская церковь доказывает, что они сохранили рукоположение. И с англиканской церковью уже вплотную подошли объединиться русская православная церковь до революции. Уже прям ни на чем стояла. Но революция тут помешала. И когда эти отошли, а методисты из англиканской церкви, это из нее вышли-то, и они, видимо, еще сохранили. Там два было у них священника, священнослужителя. Мы их можем признать настоящими. Но дальше-то они стареют, надо рукоположить, никого нигде нету. Они тогда обратились, от кого вышли, и сказали, нам рукоположите. А те не дали. Тогда он сам себя рукоположил, ну и дальше от него пошел. Провозносил там суперинтендант, названия-то какие. Супер комендантом, ну так можно что угодно сказать. Вот это я узнал. Сам рукоположил. У баптистов Джон Смит крестил сам себя, потом назвал себя пресвитером, пастором. Пастор. Если говорить пастор, это значит еретики. У пастора нет такого даже слова. Скрытое все, хитрое. И вот это узнал я, что нет у них ничего. Это не церковь. А то Трамп, этот первый за всю историю президент православный. Еще нет православного. Когда в ночь инаугурацию примет, или когда, тоже не знаю. Но вчерашнее воскресенье я занимался чем? Я много смотрю даже документальных, даже не фильмов, а взяли у кого-то интервью, документальные. Иногда редко художественные посмотришь. Благодарю Бога от события прошедшего дня. Благослови нас Господи. Спасибо. 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 Продолжение следует...